Вопросы благоустройства общественных территорий, наведения санитарного порядка и этап подготовки к предстоящему международному турниру по вольной борьбе во дворце спорта Гамида Гамидова были обсуждены в ходе еженедельного аппаратного совещания в зале городской администрации. Первым отчёт о проделанных и намеченных мероприятиях предоставил главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Саидов. По Батаючу шоссе все работы, вплоть к включению боковые, которые от самой трассы автодороги были, они тоже завершены, объект сдан, комиссия его приняла. По Эрч Казакая, Казьяволе, также 100% завершена работа от парламентства, работы приняты. По Патру Музаева, ливневой коллектор полностью построен, в соответствии проектно-спектной документации есть сдан. Информацию о состоянии городской свалки и принимаемых мерах по наведению порядка предоставил заместитель директора МОПХАС благоустройства Зубаир Магомедов. Далее заместитель начальника управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Вахер Султан Джангулов доложил о ситуации в городе. Отметил, что чрезвычайных происшествий за неделю не зафиксировано, за исключением временных отключений электроэнергии. За истекшую неделю в повседневном режиме работали, от посередине сообщения о сгрозе возникновения ЧС на телефон службы спасения не поступало. За истекшую неделю также проведены всероссийские учения по гражданской обороне. В свою очередь начальник отдела по делам молодежи Айшат Атаева предоставила график мероприятий, намеченных на текущую неделю. Начальник отдела по физической культуре и спорту Магомед Олег Азимагомедов, обращаясь к присутствующим, отметил, что в преддверии предстоящего международного турнира по вольной борьбе во дворце спорта Гамида Гамидова состоится оргкомитет, где будут обсуждены вопросы, касаемые проведения турнира и размещения прибывших участников. Явка всех членов обязательно. По итогам всех выступлений руководителям службы были даны соответствующие поручения и сроки их исполнения. Сария Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.